Ну а мы со Стефаном в своей студии уже встречаем отчетировательную гостью. Сегодня это Александра Бондаренко, заместитель директора ЭКБУРК Дом Дружбы Народов по творческим вопросам. Александра, ну вы у нас девушка творческая, и сразу хочется спросить. Предстоит немало мероприятий, и в том числе одно из них это пятилетие Дома Дружбы Народов. Ну расскажите, пожалуйста, как решили все-таки проводить, не проводить, и вообще что будем делать? Да, действительно, сегодня было запланировано очень масштабное, грандиозное событие, состоящее из нескольких маленьких мероприятий. Самое большое из них должно было состояться в ДКП, но, к сожалению, по известным всем нам причинам, да, сегодня оно не состоится. Но мы обещаем всем тем, кого приглашали, что как только наладится ситуация у нас, то мы обязательно проведем это мероприятие. Мы приглашали гостей, директоров Домов Дружбы из разных субъектов Российской Федерации, мы приглашали коллективы, с которыми на протяжении всех этих пяти лет работаем. Много сюрпризов, совершенно новая концепция для Крыма, которой еще не было никогда ни у нас, ни у кого-либо в Крыму, поэтому я надеюсь, что вы все это увидите. То есть празднику быть в итоге. Ну и скажите, пожалуйста, вообще за последние пять лет, да, вот как раз таки, чего удалось добиться, как развиваетесь и какие основные такие пласты работы были проведены, которые хочется выделить? Пять лет назад, в марте, Дом Дружбы Народов появился у нас в Крыму. Было совсем немного работников, был только энтузиазм, было только желание работать, подарить нашему Крыму такой замечательный дом, где все народы могут быть одной дружной семьей, укрепить узы всенародного братства, так сказать. То есть потихоньку, по чуть-чуть, глядя на Дома Дружбы из других субъектов Российской Федерации, по крупицам собирали, приглашали новых сотрудников, и у нас образовалось три творческих отдела, которые занимаются своим направлением работы. Ну, вам же было в любом случае сложнее, хотя бы потому, что Крым очень многонациональный, и вам нужно было просто охватить очень много всех пунктов, никого при этом не обидеть. Да, у нас более 175 национальностей, и за пять лет мы подписали соглашение с 25 национальными культурными автономиями и общественными организациями, то есть вот 25 национальностей — это те, которые у нас и утром, и днем, и вечером мы с ними хорошо сотрудничаем, мы проводим им национальные праздники, какие-то общие обобщающие фестивали, которые объединяют всех нас еще больше. А остальные национальности как же? С каждым годом у нас прибавляется. Вот планируют открыть польскую национальную культурную автономию, зарегистрировать, поэтому мы ждем. Что нужно сделать, чтобы начать с вами сотрудничать, подать заявку? Может быть, есть вообще добровольцы, которые сейчас смотрят и думают, вот допустим, какая-нибудь выговорить о польской. Вот сижу я такая, думаю, вот я же поляточка, давайте придумаем, как мне вам помочь. Да, для начала, конечно же, нужно создать какой-то небольшой коллектив, который будет помогать прийти к нам, подать заявку. Мы всем всегда рады. Это может быть творческий коллектив, да, либо образовательный, то есть как это? Это организация должна быть общественная. Зарегистрировали. Да. И дальше, в дальнейшем мы уже получаем заявки на проведение какого-либо мероприятия, национального праздника, например, и поработаем. Вот вы начали уже говорить о планах, так или иначе, говорить о том, что с каждым годом у вас этих самых национальностей, с которыми вы сотрудничаете, становится все больше. Какие еще планы выкладываете? Ну, помимо того, что у нас есть фестивали и мероприятия, которые мы проводим каждый год, мы перед где-то в декабре, в ноябре собираемся и говорим, а давайте-ка что-нибудь новенькое придумаем. И мы, конечно же, планируем выйти на уровень России, да, не только республиканские какие-то фестивали, совершать, возможно, какие-то выезды, нас всегда приглашают, к нам приезжают очень часто этим летом. Чуваши приехали и говорят, мы хотим праздник, мы хотим показать, какие мы... Да, и мы говорим, а давайте. И вот на набережной Алуш, ты очень здорово и весело. То есть с каждым годом мы создаем новые мероприятия. Так, ну вообще это круто, потому что вы, ну, собираетесь, так я поняла, кулуарно думаете, пытаетесь что-то изобрести новое. Ну, а как поддерживают и поддерживают ли нас вообще другие дома Дружбы Народов, да, в других регионах, в других субъектах Российской Федерации? Да, у нас подписаны соглашения между домами Дружбы, мы периодически проводим с ними видеоконференции, общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. И вот на пятилетие должны были к нам приехать директора домов Дружбы и звонят и говорят, как жаль, как жаль, но мы никому не отказываем и надеемся, что... Ну, да, ну сейчас такая ситуация, но это пройдет, все будет нормально. Нет, мы очень позитивно настроены, у нас в коллективе как-то так, я думала, будет паника, нет, паники нет, наоборот, мы несем в массу какой-то позитив, да, соблюдаем меры. Александра, вы уже очень много рассказали о праздниках, тем не менее, ну ведь не праздники же основная цель вашей деятельности, давайте о ней и поговорим. Ну что, я так понимаю, что Сафан просто предполагает, возможно, какие-то вот именно соглашения и вот те результаты, которые были помимо выступлений, да, вот каких-то мы смогли достичь за пять лет? Ну, у нас за пять лет у нас появился даже рекорд России в 2016 году. Вот, а вы никто тебе готов говорить. Я оставляла это, но потом. В 2016 году на День России состоялся многонациональный флешмоб, в котором приняли участие более тысячи человек, 25 национальностей. Это было очень ярко-красочно в костюмах, у нас есть подтверждение этому, сертификат, то есть действительно рекорд России. Вот такое у нас было событие. Хочется сказать о том, что благодаря Дому дружбы у Крыма появилось более 470 комплектов национальных костюмов. Очень ярких, очень красочных, которые помогают, может, кому-то изучить костюм, показать танец более ярким. Более 70 соглашений мы подписали с Домами дружбы, с национально-культурными автономиями. Ну, что привозят к нам, даже вот частично, это понятно. Что везем мы, когда мы себя где-то заявляем? У нас на базе Дома дружбы народов есть три, работают три кружка. Один из них — фольклорный ансамбль «Радоница». Это детки, которые исполняют фольклорные украинские и русские песни, и очень часто они представляют культуру, представляют Крым, наш Дом дружбы народов на международном уровне, получают лауреатство. Ездили они в Нидерланды, в Германию, и они являются такой изюминкой в нашем Крыму, у нас в Доме дружбы, и представляют нас в других странах. А функции не мешают? Погода не мешает? Возможно, есть какие-то проблемы, но вы же знаете, когда есть желание... Проблем нет, да? Ничего не останавливают. Ну и, коль мы уже начали говорить о кружках, есть у нас еще родители и бабушки вот этих деток «Радоница». А что вы себе, все прямо аудитории захватили. Да, детки ходили на кружки. Это у вас семейные подряды там, я так... Они пришли, говорят, мы тоже хотим. Вот, поэтому там у нас занимаются взрослые, руководителем является Алена Николаевна Полетнева, профессионал своего дела, который занимается и с детками, и со взрослыми. И есть у нас еще молодежный ансамбль «Тавры», руководитель Ксения Белок, наша сотрудница, методист. Они исполняют более в стилизованном виде народные украинские и русские песни. Александр, вам огромное спасибо за то, что это утро вместе с нами встречать. А нашим телезрителям хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня была Александра Бондаренко, заместитель директора Дома дружбы народов по творческим вопросам. Ну и мы хотим сказать, что если вы хотите тоже принять участие в какой-нибудь такой активной деятельности, творческой, то на сайте, я думаю, Дружба народов можно найти любую информацию, любые контакты. Но в свою очередь все это можно сделать, если вы откроете гаджет и зайдете в интернет, но именно в сети интернет мы уже подобрали для вас самые актуальные новости сейчас для того, чтобы вы на это тратили меньше времени.